Христос рождается! Славите! Мы здесь, на библейском портале «Экзегет» поздравляем всех вас с Рождеством Христовым. Сегодня мы будем говорить об этом событии и прежде всего о богословских аспектах Рождества Христова, для чего потребовалось Боговоплощение и явление Бога на земле. О Богочеловечестве, Христа Иисуса мы должны иметь правильное ортодоксальное суждение. И мы опять возвращаемся к текстам синопсиса, то, что мы читали. Сначала мы посмотрим, что о Рождестве сказано в Евангелии от Матфея, потом, что сказано в Евангелии от Луки, и перейдем к богословскому осмыслению этих событий. Итак, прежде всего, Евангелие от Матфея, 1 глава, 24-25 стих. «Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Мы уже касались этого текста. Вот эти слова здесь сказано. «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего». Они не означают, что потом познал в плотском смысле. Почему? Потому что еврейское слово «даат» — познание, а это Евангелие изначально писалось на еврейском языке, оно может означать действительно как половой акт, как сказано, «и познал Адам Еву, жену свою». И чаще все-таки в Писании это слово означает «даат» в смысле постижения, духовное постижение истины. Так вот, вот эти слова я напоминаю. «И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца». Это означает, что он не знал ее величия. Но когда она родила, и ангелы огласили пением пастухов, потом являются волхвы, звезда появляется на небе, которая приближается к дому, он познал величие пресвятой. И здесь это же слово «даат» — «познал» означает «познал ее духовный уровень, который выше ангел, выше архангел, выше херувим и серафим». Теперь мы переходим к Евангелию от Луки. Синопсис — это соединение разных текстов, разных евангелистов, в один текст. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Блаженный Иероним, комментируя слова пророка Исаия, говорит, «Взглянув на историю древности, мы обнаружим, что вплоть до 28-го года правления Кесаря Августа по всему миру шли войны, и прекратились они тогда, когда родился Господь. Согласно сказанного у пророка Исаии, не поднимет народ на народ меча». Это сказано у пророка Исаии, 2 глава, 4 стих. То есть с рождением Бога-младенца войны прекратились во всей Римской империи. Отцы считали, что еще Христу приличествовало родиться тогда, когда миром правил один правитель. И правителем античного мира в то время был император Август. Потому что и сам Христос пришел, как сказано в Евангелии Атеана, 11.52, «Рассеянных чад божьих собрать воедино, дабы было одно стадо и один пастырь». Это Евангелие Атеана 10.16. Таким образом, все было глубоко символично, иначе не очень понятно, зачем тут упоминать вообще имена императоров, правителей, соправителей. Далее мы читаем. «Эта перепись была первая в правлении Квериния, Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариейю, обрученной ему женою, которая была беременна». И окончание этого отрывка. «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его», то есть сама спеленала, «и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Так как на перепись населения собралось очень много людей, им не было места в гостинице. И как мы уже с вами изучали этот вопрос, скорее всего, пастухи, которые пасли овец, точнее не пасли овец, а охраняли овец, были пещеры для загона скота, они, увидев святое семейство, сжалились над пресвятой девой, над беременной женщиной, как они думали, и впустили в свою пещеру. За это они сподобились явления ангелов, как и Павел пишет, что некоторые, оказывая гостеприимство, не зная того, оказали его ангелом. «Итак, родила сына своего первенца и спеленала его». Августин настаивает на том, что эти слова свидетельствуют, что при зачатии «ты, Мария», как бы обращается он к ней, «сберегла чистоту, при родах ты избежала боли». Это было безболезненное, безболезненные роды это были, потому что Христос, который источник любви и мира, не мог являться причиной страданий своей матери в этот момент. Он ничего не порушил в ее девстве, он дверями затворенными, прошел через ее лона, родившись в Вифлееме, как по воскресенье из мертвых он дверями затворенными вошел в Сионскую горницу. Причина Боговоплощения, об этом много писали и много говорили отцы церкви. Иоанн Дамаскин учит, что в таинстве Боговоплощения, когда Бог становится человеком, открываются вместе и благодать, и премудрость, и правда, и всемогущество Божие. Благость, потому что Бог не презрел немощи своего создания и принял человеческую природу. Правда, потому что, когда человек был побежден, он, Господь, не другого, кого делает победителем, мучителя, то есть дьявола, и не силою похищает человека у смерти, премудрость, потому что Бог нашел наиболее приличествующее разрешение безвыходного положения. Всемогущество или беспредельное могущество, поскольку, что может быть большим воплощение Божие. То есть в самом факте Богового воплощения содержатся многие истины. Во-первых, Господь не погнушался нашей немощи. Как апостол Павел пишет, что Сын Божий стал подобен нам во всем, кроме греха. Принял образ раба и вкусил даже крестную смерть. Правда заключается в том, что когда дьявол победил человека в раю, если бы Бог волевым решением освободил бы человека, то дьявол бы сказал, что он победил Адама, но проиграл Богу. Поэтому Бог принял решение соделаться человеком и в своем истинном человечестве победить дьявола. Чтобы не дать повода для лукавых сил настаивать на том, что они все-таки человечество одолели. Поэтому и сказано, как в Адаме мы все умираем, так во Христе мы имеем возможность ожить. В факте Бога воплощения наиболее явлена премудрость Божия, потому что это приличествовало разрешению безвыходного положения. Если Бог вмешается, это как бы насилие над свободной волей человека, а Христос проповедует Святой Евангелие, люди добровольно принимают это благоествование и становятся членами Царства Божия. И, конечно же, великое всемогущество. Я помню, как один миссионер проводил диспут с мусульманами, и как раз разговор зашел о Бога воплощении. И мусульманин один имел неосторожность сказать «Бог не может стать человеком». И тогда миссионер ему сказал «Вам ваши слова не режут уши, вы говорите, что Бог чего-то не может. Вы полагаете предел могуществу Бога. Бог может все, в том числе и это». Блаженный Августин писал «Он, Христос, таким образом соединил сотворенную природу Собою, чтобы возникла единая личность из трех субстанций Слова, то есть Божества, Логослова, это Бог, души, человеческой души и плоти, человеческой плоти. Причем взаимоотношение между Бога Словом, Логосом и душою и плотью халкидонским определением неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и неслиянно». А также блаженный Августин, он писал наставление некому Валюсиану, и там были такие слова. «Христианское учение никоим образом не утверждает, что Бог так соединился с человеческой плотью, что либо при этом забросил или утратил, либо перенес и, так сказать, заключил в это немощное тело попечительство об управлении Вселенной. Так могут думать только те, которые не способны видеть что-либо помимо телесного. Ведь Бог велик не массой, а силой, и нет ничего, что могло бы стеснить или обузить величие его могущества. И уж если даже произносимое человеком слово может быть одновременно услышано многими, и при этом каждым услышано все целиком, то что же невероятного в том, что неизмеримое и неизменимое Слово Божие присутствует всюду и всегда. То есть когда Бога Слово становится человеком, это не значит, что Он оставил небесный престол. Так можно сказать только метафорически, потому что как вездесущий Бог, Сын Божий, Он присутствовал одесной Бога Отца, присутствовал в каждой точке пространстве в каждом мгновении времени. При этом воплощенный на земле обитал среди нас. Как сказано, Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. И следующий вопрос, который мы рассмотрим, было ли необходимым для восстановления человечества, чтобы Слово Божие Логос стало именно воплощенным. Опять обращаемся к блаженному Августину, который учит. Нам надлежит показать, конечно же, не то, что не было никакого другого возможного способа у Бога, чей власти равным образом подчинено все, а то, что как не было, так и не должно было быть другого, более подходящего способа исцеления нашей немощи. Поэтому, когда мы говорим, что это было нужно, мы не ограничиваем силу Бога. Бог мог спасти всех без воплощения. Это Церковь признает. Но Он избрал лучший способ. лучший. Почему? Во-первых, в отношении нашей веры, которая усилилась в нас через веру самому воплощенному Богу. Августин говорит, чтобы человек надежнее шел к истине, сама истина, Сын Божий, восприняв человечество, упрочил и утвердил эту веру. Потому что одно дело, голос с неба не каждый может его перенести. Помните, когда Бог давал закон на Синае, это 20-я глава книги Исход, народ не мог слышать голос Бога. И они потребовали от Моисея, пусть Господь говорит тебе, а ты будешь нам передавать эти слова. И только 10 заповедей прозвучали как голос Бога, а все остальное Моисей передавал. Во-вторых, значит, Боговоплощение усиливает нашу веру, потому что делает ее доступной и понятней, потому что воплощенное слово, которое стало плотью, является нам пример подлинной человеческой жизни. Во-вторых, это усиливает нашу надежду. И Августин пишет, что еще было столь необходимым для возведения нашей надежды, как не показать нам, насколько Бог любит нас, и какое еще есть тому более очевидное доказательство, чем то, что Сын Божий соизволил соучаствовать с нами в человеческой природе. После этого мы готовы любую надежду возложить на Него и все наши человеческие таяния и переживания, тем более, что о Христе сказано, что Он был искушен во всем, кроме греха. Поэтому знай, христианин, если на исповеди ты стыдишься священника, думая, что он не поймет твои проблемы, то не устыдись Христа, который взял на себя все грехи и был искушен во всем, кроме греха. Он знает твою боль, он знает о твоем падении, о твоем переживании, и он, будучи сам искушен, может, и искушаем помощи. Третье. В отношении любви. Значит, первое – в отношении веры, второе – в отношении надежды, теперь – в отношении любви, в связи с чем Августин говорит, «Можно ли вообразить большую причину пришествия Господа, чем явить нам любовь Божию?» Причем в богоуплощении Христа является любовь и Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Духа Святаго. Вспоминаем, в Библии сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир», имеется в виду Бог-Отец, «что отдал Сына Своего», а Сына имеет Отец, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А Христос свою любовь к нам доказал тем, что нас ради человек и нашего ради спасения он взошел на крест, умер на кресте и воскрес для нашего оправдания. Работа Духа Святаго способствовала усвоению заслуг Христа, ибо Духом Святым совершаются таинства Церкви, все таинства Церкви, которые проистекают из пробитого копьем ребра Христа Спасителя, откуда истекла вода и кровь, образы главнейших таинств. Вода крещения, кровь, причастие. Теперь посмотрим, что далее прибавляет Блаженный Августин. Если мы были медлительны в том, чтобы полюбить, то, по крайней мере, нам следует поспешить ответить любовью на такую любовь. В послании к филиппийцам, 2 глава, 6-8 стих, мы находим такие слова у первоверховного апостола Павла. Это о Сыне Божьем. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. то есть Господь доказал свою любовь к нам. В четвертых, почему важно Боговоплощение? В отношении праведного образа жизни. Дело в том, что Христос явил нам пример подлинной человеческой жизни. И смотрите, что пишет блаженный Августин. за человеком, который видим, не последовали бы. Да, людей разных бывает много, что за всеми следовать. А за Богом последовали бы, но он невидим. Поэтому Бог сделался человеком, чтобы быть видимым человеку, и чтобы тот, за кем бы последовал человек, был ему видим. Помните, апостолы просили Сына Божия, покажи нам Отца и довольна, на что он ответил, видевший меня, видел и Отца. Он своей жизнью раскрывал характер Бога Отца, раскрывал подлинные намерения Бога Отца относительно рода человеческого и явил пример богоугодной жизни. В-пятых, в отношении нашей полной причастности к Божеству. Вот в чем была необходимость Боговплощения, чтобы нас приблизить к Богу наиболее совершенным образом. И в связи с этим Августин в одной из своих проповедей говорит так, Бог сделался человеком, чтобы человек мог бы быть сделан Богом. Имеется в виду не по природе, но по благодати. И смотрите, что об этом пишет апостол Петр. Это его второе послание, первая глава, третий, четвертый стих. Это наиболее таинственные слова в Новом Завете. Это головная боль для всех богословов. Давайте прочитаем этот отрывок. Как от божественной силы Его, то есть Христа, даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, познание, призвавшего нас славою и благочестию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Через те дарования, которые мы имеем во Христе, мы можем соделаться причастниками божеского естества. великий православный богослов Владимир Лоский, размышляя над этим текстом, он писал буквально следующее. Если бы каждый причастник тела и крови Христовых становился бы причастником божеского естества, как пишет Петр, то наш Бог был бы не трипостасным, а тысячи и тысячи ипостасным. А как же мы, люди, можем становиться причастниками божеского естества? Не по природе, но по благодати, по милости. В Иисусе Христе мы усыновляемся в Нем, как в Сыне Божьем, Богу Отцу, и Он дает нам молитву, молитву Господнюю, в которой мы обращаемся к Отцу Небесному, как к своему Отцу. Она начинается словами «Отче наш». И следующий вопрос, который мы рассмотрим, насколько это было полезно Боговоплощение, чтобы мы удалились от зла. От зла в таком космическом понимании. Первое. Во-первых, после Боговоплощения природа человека возвышается над природой падших ангелов и даже над природой непавших ангелов. Ибо Бог, Сын Божий, не воспринял природу ангела, а воспринял природу человека. Августин говорит, «Ибо человеческая природа таким образом в Боговоплощении Сына Божия соединился с Богом, что возникла единая личность ипостась так, что те гордые духи, падшие бесы вместе с дьяволом, не смеют поставить себя выше человека от того, что у них нет плоти». Плоти, казалось бы, это слабое место наше, но это стало нашим преимуществом, когда Сын Божий воплотился. Святитель Григорий Низкий пишет, что когда происходит зачатие, потом рождение чудесное Сына Божия, он является как наш сотелесник. То, что мы прочитали у Павла, подобен нам во всем кроме греха. Во-вторых, как это способствует нашему удалению от зла. Нам был преподан пример, чтобы великим соделалось достоинство человека, которое никаким образом не должно запятаться грехом. В связи с этим Августин говорит, «Бог показал, какое высокое место занимает среди тварей человеческая природа, явившись людям в истинном человеке». То есть, истина человечества Христа настолько поднимает природу человечества, человека в целом, что человек должен воспринимать грех как что-то неестественное, абсолютно неестественное для него. И святитель Лев Великий, папа римский, он однажды произносил проповедь как раз во время Рождества Христова, и он произнес очень такие красивые слова. «Познай, христианин, свое достоинство», то есть, после того, как Сын Божий ипостасировал свою ипостась человеческую природу. «Познай, христианин, свое достоинство и, став сопричастником божественной природы, откажись от возврата посредством злых дел к своему бывшему ничтожеству». То есть, человечество, превознесенное в Богочеловечестве Христа на такую высоту, не должно возвращаться к тому ничтожеству, в каком пребывал человек после грехопадения. Третье. Согласно Блаженному Августину, для устранения человеческой самонадеянности благодать Божия сообщается нам в человеке Христе без каких-либо предварительных заслуг или условий. Никто из нас не заслужил, чтобы он воспринял нашу природу. Напротив, мы столь низко пали, что только Сын Божий оказался способным извлечь нас из этого состояния. Ведь он не просто воплощается на земле, он душею своею сходит в ад, где он облистал ад сияния божества. А так как Христос всегда и вовеки тот же, как сказано в Библии, он силен сойти и в ад твоей и моей души и облистать сиянием божества. Что он и делает в момент святого причастия каждого из нас. Когда эта благодать входит до разделения состав и мозгов судит помышления и намерения и попаляет терния при грешении. Когда святыми дарами он входит внутрь нас, он как бы полагается в эту кормушку нашего тела в ясли, а это кормушка для скота, но мы становимся чадами Божьими, когда Христос в нас и с нами. В-четвертых, почему это способствует уничтожению зла Боговплощения? Потому что человеческая гордыня, которая является главным препятствием к тому, чтобы человек прилиплялся к Богу, может быть изобличена и исцелена через столь великое смирение Бога. на этом настаивает Августин. Ведь Бог, предвечный Бог, становится младенцем, и наша взрослость во грехе, как короста греха, дает трещину перед этой тайной, тайной несовместимости, отроча млада и предвечного Бога. Бога. Это величайшая тайна. И в том же месте блаженный Августин говорит, это в пятых, «Боговоплощение было необходимо, чтобы вызвали человека из рабства греха, что, по словам Августина, должно было быть исполнено так, чтобы дьявол был преодолен праведностью человека, человека Иисуса Христа, Господа нашего». Поэтому и сказано у апостола Павла, что един ходатай, един посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус. И опять возвращаемся к святителю Льву Великому, Папе Римскому, который произносил слова на Рождество Христово в глубокой древности, раннего Средневековья. Что произошло в этот день? «Слабость была воспринята силой, смирение величием, смертность вечностью, дабы один и тот же посредник между Богом и людьми мог умереть в одном и воскреснуть в другом, ибо то и другое было надлежащим для нас лекарством». «Ведь если бы он не был Богом, он не сообщил бы нам лекарства, а если бы он не был человеком, он не предоставил бы примера». Это абсолютная истина. Человек, простой человек, не может умереть за грехи всего мира. и божество сообщило рожденному Вифлееме Христу возможность умереть не только за грехи современников, но и за грехи всех людей от Адама до дней Христа, ибо божество никак не ограничено ни временем, ни пространством. Он взял на себя грехи всех людей, которые потом жили после его смерти и после его воскресения. Он взял на себя твой и мой грех, он взял на себя даже грехи тех людей, которые еще не родились и в этот мир, родятся и будут грешить, если только Бог продолжит существование мира. Такое возможно. только для вездесущего Бога, который никак не ограничен ни временем, ни пространством. А пример подлинной человеческой жизни нам может явить Бог, истинный Бог, в своем истинном человечестве. И в этот день мы с радостью восклицаем «Рождество Твое, Христе Божий наш, высияй мирови светразума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, тебе кланитеся солнцу правды, и тебе ведите с высоты востока, Господи, слава тебе!» лево днесь пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырями словословьют, волсвижи со звездою путешествуют, нас, боради, родися, отрача младо, предвечный Бог. С праздником вас, дорогие отцы, братья и сестры! Спасибо всех, Христос! Христос рождается, славите! Христос